Данный материал содержит элементы рекламы. Как уже обозначил Дмитрий Эдуардович, новости хорошие. Да, я уверен, они вас порадуют. Итак, Кипр открывает границы для туристов со всего мира с 1 марта 2021 года. Ура! Ой, слушай, это же... Мы же в этом году, у нас было на самом деле несколько вариантов. Это Турция, Египет и Мальдивы. Да. По-моему, больше все остальное было закрыто. Да, это правда. А на Украину и Толк. Египет и сейчас открыт, Турция, да, и Мальдивы за миллион тоже открыты. Да, теперь Кипр. Теперь-то да. Все страны будут разделены на три категории по цветам в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране, из которой ты прибываешь. Граждане тех, что окажутся в зеленой зоне, смогут не проходить тестирование на коронавирус по прибытии на Кипр. Люди, которые въезжают из оранжевой зоны, должны будут проходить таможенный контроль с тестом, который они сдали, максимум за 72 часа до влета в страну. И все. Отрицательный тест. Да, 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 естественно. Да, были же уже объявления, где купить отрицательный тест. Да, да, да. Жителям страны из красной зоны необходимо будет пройти тестирование и перед полетом, и после прибытия на место. То есть, в принципе, конечно, да, процедура неприятная. Вот тебе всовывают эту палочку в нос, она там царапает мозг, и это все, ну, действительно, немножко... Главное, что можно будет отдохнуть и поведать хоть что-то, кроме своих родных пенатов. Оно того стоит. Прямо сейчас, коротко дать сегодняшний, радуемся. 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня. Город на Неве выстоял. И вечером 27 января небо озарилось салютом в честь освобождения. И в честь героических событий блокады, и в день снятия ее отмечается День воинской славы России. Далее еще несколько интересных фактов, связанных с сегодняшней датой. 27 января в Туркменистане отмечается День защитника Отечества, так как именно в этот день в 1992 году во вновь образованном независимом государстве были сформированы вооруженные силы. Традиционно праздник отмечается концертами и встречами с ветеранами в воинских частях, а также присвоением очередных воинских званий и наград. 27 января 1967 года космос был объявлен достоянием всего человечества. В этот день был подписан Договор по космосу. Он определяет основные правовые рамки международного космического права. Договор оговаривает использование Луны и других небесных тел только в мирных целях и запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений. Ну а далее поговорим о некоторых лайфхаках для столичной мэрии. Министерство окружающей среды и урбанизации Турции решило снести не менее 240 зданий в историческом городе Мардин на юго-востоке страны, чтобы сохранить аутентичный облик ее центра. Вот это кардинальные меры, вот это я понимаю. По мнению властей, это решение поможет развитию туризма. Губернатор Мардина Махмуд Демерташ заявил, что цель этого проекта, цитата, это раскрыть все детали города и сделать исторические здания лучше во всех отношениях. Ну а с другой стороны, если у нас исторические центры не восстанавливают, и вот есть места, где, если ты видела, просто стоят такие полуразрушенные фасады, и ты понимаешь, что никто никогда не займется восстановлением этих зданий. И очень жаль, на самом деле. И очень жаль. И с другой стороны, вот чем они так будут разрушаться и дальше? Лучше отстроить там нового пластикового и бетонного. Не согласна, можно сохранить облик этих зданий. А так это просто мусорка. И притон для наркоманов. Ну да, притон, да, это плохо. Но действительно, можно же сохранить фасады или хотя бы отреставрировать их. Да, пускай там будут новые офисные здания, допустим. Но при этом хотя бы частично облик сохранить. Да, хотя бы фасадку состоится. Со своей стороны, президент Ассоциации защиты Мардина Махмуд Бешир Гюнеш заявил, что после сноса зданий визуальное загрязнение исторического центра города прекратится, что позволит проявиться его красоте. Также отметил он, что с 2012 года количество туристов, посещающих этот турецкий город, выросло до 5-6 миллионов в год. Однако из-за пандемии коронавируса их число снова упало. Подача супа в хлебе – это беспроигрышный вариант. Особенно, если в этом супе есть мясо. Но тогда это все великолепно. Если это крем-суп, то прям пальчики оближешь. Такое блюдо превратит практически любой обед в праздничный, потому что выносят вам булку хлеба. А вы из нее суп едите? Да, вы из нее суп едите. Здорово же. Если вы хорошо печете, то можете испечь сами маленькие порционные буханки. А если вам проще купить магазинный хлеб, то можете для подачи супа использовать и его. Главное – подсушите хлеб в духовке перед тем, как суп в него наливать. Густой и наваристый суп в хлебе – традиционное блюдо чешской кухни, которое пользуется большой популярностью среди туристов. Подают такой суп в запеченном хрустящем хлебе, предварительно вынув из него мякоть. Такая оригинальная подача – всегда выигрышный вариант. Выглядит блюдо очень красиво и аппетитно. Первым делом чистим и крупно нарезаем овощи – лук, морковь и картофель. А также мелко шинкуем два зубчика чеснока. Затем от листьев очистим лук-порей. Здесь главная стебель. Его белая часть самая нежная и деликатная. Ее нужно нарезать полукольцами. Отправляем овощи в сотейник с раскаленным маслом и обжариваем в течение 7-10 минут, постоянно помешивая. В общую смесь добавляем половину шампиньонов – примерно 100 граммов. Затем воды. Она должна полностью покрыть овощи и специй. Тушим до полной готовности. Пока овощи тушатся, мелкой соломкой нарежем копченый бекон и слегка обжарим его вместе с остатком шампиньонов в сковороде. Готовые овощи снимаем с плиты. Добавляем в сотейник творожный сыр и измельчаем блендером до кремообразного состояния. Обжаренные грибы и бекон добавляем уже в готовый крем-суп. Теперь пришло время самого интересного – оформления подачи блюда. В хлебе срежем верхушку, затем вынимаем мякиш, оставляя толстые стенки. Пустой хлеб ставим в духовку сушиться на 5-10 минут при температуре 180 градусов. Из верхушки можно сделать ароматную гренку. Для этого ее нужно сбрызнуть оливковым маслом и обжарить до появления хрустящей корочки на сковороде гриль. Крем-суп выливаем в подсушенную буханку. Украшаем нарезанной зеленью, шампиньонами и хрустящей гренкой. Подаем к столу. Приятного аппетита! Самый простой вариант приготовления супа в хлебе при минимальном наборе ингредиентов – чесночный. Куриный бульон наливаем в кастрюлю и ставим ее на огонь. Добавляем свежую зелень и пропущенный через пресс чеснок. Доводим бульон до кипения. Как только он закипит, высыпаем нарезанный мелким кубиком плавленый сыр. Перемешиваем суп и ждем, когда сыр полностью растворится в бульоне. Далее добавляем в наш суп соль, молотый перец и другие специи на ваш вкус. Даем супу покипеть еще несколько минут и снимаем его с огня. Берем маленькую буханку хлеба и осторожно срезаем вверх. Руками выбираем из буханки всю мягкую часть. Старайтесь работать очень осторожно, чтобы не повредить корку, иначе суп будет выливаться из нашей импровизированной тарелки. Отправляем хлеб в духовку и запекаем его в течение 7 минут при 180 градусах. Не забудьте также отправить в духовку и срезанную верхушку буханки. Нам нужно, чтобы хлебная тарелка подсохла. Как только вы достанете хлеб из духовки, можно смело наливать в него наш суп. Далее накрываем хлебную тарелку супом хлебной крышкой и подаем к столу. Дима, а есть у тебя мечта какая-то? Такая, знаешь, из детства? Есть, конечно. Стать космонавтом. Ух ты! Не вышло. Пилотом. Ну, как бы, можно еще, в принципе, успеть. Ну да, обучают же даже на карантине, кстати. Гадалка маме нагадала, что сын у нее будет пилотом. Ты серьезно? Абсолютно. Но у нее еще младше есть, понимаешь? А, ну так, значит, все, ты уже знаешь... У нас 17,5 лет разницы, да? На тебе можно крест ставить, потому что ты уже не пилот, я имею в виду. А вдруг, в определенный момент, вот просто плюну на все и уйду покорять небесные просторы. Все возможно, если только переедешь в Швейцарию, потому что там... Я думаю, это такая подача тебе на шуточку была, должна была кулаки взрывать, наконец-то мы. Да ладно, я уж привыкла к тебе, но действительно хочется, чтобы мечты сбывались. И если есть возможность осуществить, то надо стараться. Но, как вы понимаете, сейчас вот огромное количество пилотов, которые совершали ежедневные рейсы в течение длительного периода времени, довольно большое количество из них простаивает без работы. И это действительно проблема, потому что это высоко квалифицированные кадры, да, они утекают. Ай-яй-яй, в Швейцарии пилоты самолетов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, смогут пройти курсы подготовки машинистов поездов. Вот тебе и переквалификация. То есть тоже летают, но, как говорят, не зеньку, не зеньку. В ассоциации пилотов аэроперс, а, я чуть не прочитал, аэропоперс, рассказали, что двух профессий много общего, а в стране отмечается нехватка машинистов поездов. Представитель компании Томас Штеффин понадеялся, что пример Швейцарии вдохновит и другие страны. Карлос Спроэнгли, это один из первых пилотов, который в ближайшее время выйдет на линии скоростных поездов. Швейцария отметила, что самым главным в процессе переквалификации является преодоление гордыни и намерение продолжать работать. То есть вот оно, спуститься, знаешь ли, с высот до уровня попроще. Ну да, это скучно, там виражей не повыделываешь. Мне понравилась фраза о том, что представитель компании понадеялся, что пример Швейцарии вдохновит и другие страны. А другие страны на скоростные поезда вдохновят, в принципе? Если я не ошибаюсь, совсем недавно у нас было очередное сокращение работников молдавских железных дорог. Ну, они теперь могут в пилоты переквалифицироваться. В Швейцарию поехать. Да, а что, обмен какой-то равнозначный, да? Во всяком случае, что ждет нас сегодня, непосредственно сегодня, об этом астрологическом прогнозе. Овен. Удачный день, обещающий незаурядные достижения и выдающиеся победы. Можно одержать верх над недоброжелателями, справиться с собственными слабостями, оставить в прошлом страхи и сомнения, которые мешали двигаться вперед, хорошо браться за что-то новое. Телец. Неплохой день. Если вы приложите усилия, то сможете сделать его еще удачнее. Решить накопившиеся проблемы, навести порядок в делах. Не исключено, что изменятся профессиональные планы. Появятся цели, ради достижения которых вы будете готовы отложить все остальное. Близнецы. Дел сегодня будет особенно много. К счастью, времени и сил хватит на все. Не пытайтесь следовать заранее составленному графику. Все равно это едва ли удастся. Слишком много будет неожиданностей. Рак. Подходящий день для общения. У вас острая интуиция. Именно благодаря ей вы сегодня особенно восприимчивы к чувствам других людей, способны догадаться о чужих тайных желаниях и мечтах. При этом вы не идете на поводу у окружающих. Не забывайте о собственных интересах. Лев. День может быть по-настоящему незаурядным и ярким. У вас достаточно фантазии и изобретательности, чтобы сделать его таковым. Высока вероятность удачных совпадений, которыми вы сможете воспользоваться для достижения поставленных целей. Дева. День сильных переживаний и приятных эмоций. Жизнь бурлит, и вам это нравится. Мысли о спокойном отдыхе и уединении не приходят в голову. Вы не пожалеете, если примете участие в каком-то увлекательном деле, инициатором которого выступит давний знакомый. Весы. Избегайте суеты и поспешных решений. Старайтесь сохранять спокойствие, что бы ни происходило. День требует осторожности, соблюдения традиций и общепринятых правил. Лучше не рисковать, не участвовать в сомнительных начинаниях. Скорпион. Благоприятный день для начала новых дел, особенно сложных, требующих творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи. Вы по-настоящему увлекаетесь ими и добиваетесь отличных результатов. Хорошо экспериментировать, самостоятельно искать ответы на сложные вопросы. Стрелец. Помните, все, что вы делаете сегодня, важно не только для вас. Можно строить долгосрочные планы, искать союзников для осуществления замыслов. Не исключено, что на вашу сторону встанут влиятельные люди, и благодаря их поддержке вы многого добьетесь. Козерог. Прежде чем браться за новые дела, какими бы интересными, важными и срочными они ни казались, доведите до конца старые. Это поможет избежать повторения старых ошибок. Чем бы вы ни занимались, не ждите немедленных результатов. Вы непременно добьетесь поставленных целей, но, вероятно, позже, чем ожидали. Водолей. Многообещающий день. Достаточно приложить совсем немного усилий, чтобы получить блестящие результаты. Не спешите рассказывать о своих достижениях или делиться планами. Разумная сдержанность в общении поможет избежать многих проблем. Рыбы. Вы легко находите общий язык с очень разными людьми. Мерите ссорящихся, сглаживайте многие острые углы. Благодаря вашим усилиям поладят те, кто прежде постоянно спорил. Будет шанс добиться успеха в делах, но для того, чтобы им воспользоваться, придется сосредоточиться на чем-то одном. Точно так же, как лень – это двигатель прогресса, реклама – это мать телевидения. Потому что, если бы не она, то что? То все? Не были бы мы накормлены, напоены, приласканы. Да. Обласканы. А так мы, как бы она есть, а мы все равно не накормлены, не напоены, не приласканы. Все, идем кушать, пить и ласкаться. Мы уходим на рекламу. Новое утро. Новый кофе Наскафе Классик. Теперь с молотой арабикой. Богатый аромат. Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Наскафе Классик. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа Наскафе. Все новое – это хорошо забытое старое. Доказательство тому – винил. И не тот, из которого пластинки делают. Хотя это все схоже очень. А, то есть платьичко нарезал, да, проигрыватель вставил, все, музыка звучит. Еще изобретенный в далеком 1926 году. В этом году он вновь покоряет вершины модных рейтингов. Да, и действительно, одежда из этого материала относит к числу самых трендовых в этом зимнем сезоне. Винил изобрел американский ученый Уолда Симон в 1926 году. Материал не пропускал через себя жидкость, и это качество можно было использовать в практичных целях. Изначально из него создавались каблуки обуви – шторы для душа. Только в начале 60-х годов прошлого века стали шить виниловую одежду. Ткань-винил – большое открытие в области легкой текстильной промышленности. Материал обладает массой достоинств, главным из которых является минимум швов на одежде. Это объясняется тягучестью ткани и ее способностью прилегать к телу. За счет этого носка материала очень комфортна. Изделия можно носить до четырех часов, а уход за ними не составляет особого труда. Единственное, что стирать такую одежду необходимо в теплой воде во избежание потрескивания винила, преимущественно в режиме деликатной стирки. Сегодня мода на винил снова набирает обороты. Одежду из этого материала относят к одному из самых трендовых материалов зимнего сезона 2020-2021 года. Самыми популярными будут виниловые брюки. Мода к обтягивающим леггинсам уже угасла, но многие девушки не готовы распрощаться с этим предметом одежды. Дизайнеры задают виниловый тон на своих показах, причем брюки представлены совершенно разного покроя и фасона. Брюки чинос, укороченный клеш. Яркий виниловый плащ – явный тренд. Такая вещь будет сочетаться абсолютно со всеми видами обуви и сумок. Это не усложнит жизнь модницы, ведь обычно под каждый лук мы покупаем новую сумку и обувь. Дизайнеры советуют носить лаковые пальто из винила с ботильонами на высоком каблуке или устойчивой платформе. Блестящая юбка любой длины будет отлично сочетаться со свитшотами с яркими принтами. Самым удачным вариантом будет покупка виниловой юбки-карандаша с кружевной гипюровой блузой светлых оттенков. Такой лук будет уместен даже на работе, что уже говорить о вечернем выходе. Платье из винила не просто так называют второй кожей. Этот вид одежды обтягивает тело, привлекая взоры окружающих. Такие платья стилисты советуют носить только женщинам с идеальной фигурой, ведь все недостатки кожи и тела будут подчеркнуты так же, как и достоинства. Огромное преимущество виниловых курток – это защита от дождя. Такой образ очень экстравагантен. Прекрасным дополнением к куртке будут рваные светлые джинсы и черные ботильоны из винилового или лакового материала. Виниловая одежда – это вызов окружающим и самой себе. Девушка в такой одежде должна быть уверена в себе и с тонкостью подбирать весь образ, чтобы винил украшал, а ни в коем случае не дисгармонировал со всей гаммой образа. Говорят, что весь мир делится ровно на две половины. Одна половина обожает фильмы ужасов, другая ненавидит. Ты к какой относишься? Вторая половина, а ты? Которая ненавидит. Ненавидит. Я тоже. Исключение было только, когда мы пошли в кинотеатр, как-то большой компанией, смотреть ужастики. В общем, с нами ржал весь зал. Вы комментировали? Да. Ненавижу такие компании, которые в кино комментируют кино. Но все смеялись, это было прикольно. Ужас, отвратительно. В итоге, правда, никто не напугался, и в этом тоже как бы есть свои прелести. В общем, психология говорит об их однозначной пользе. Ужастиков? Вот тут неожиданность для тебя, правда? В общем, рекомендуют их смотреть. Смотреть даже тем, кто боится, как раз в борьбе со страхом и помогает. Говорят. Ой, ой. Да, я не буду. Смотри. Не бойся. Не бояться и получать удовольствие от просмотра фильмов в любимом жанре супруга Анастасия пыталась неоднократно. Я искренне не понимаю, как можно смотреть фильмы ужасов. Тем более, вот в современное время, когда на улице пандемия, мы все сидим дома и грузить себя, грузить свою голову дополнительными ужасами еще по телевизору. А вот Александр, похоже, совершенно не против пережить страх в комфортных условиях дома. К этому привыкаешь. Вот сколько смотрели фильмы про бункеры, и сами все оказались. Ну, по факту оказалось не так страшно. Не страшно, а даже полезно, уверен поклонник жанра хоррор Алексей. Десятки фильмов ужасов и катастроф рассказывать молодой человек научили его не только как быть, если нападают зомби, но и кое-чему более практичному. Они дают такую закалку, и ты уже готов к каким-то невероятным вещам, собственно, которые и произошли вот у нас в 20-м году. Никакой паники не было. Мне Джун по секрету сказал, что всех зараженных просто возьмут и расстреляют. Ну, а если и правда серьезно, ученые давно спорят, как же действует страшное кино на человеческую психику. И если до недавнего времени большинство экспертов считало, действует не очень хорошо, то последние исследования показывают по-разному. Чикагский университет опубликовал результаты опроса, согласно которому выяснилось, поклонники ужастиков, например, более спокойно и взвешенно отнеслись к мировой пандемии. Меньшие впадали в панику, отрицание и негатив. Не исключено, что в их случае самопроизвольно сработал прием, который иногда используют психотерапевты. Так называемая форма терапии, под названием экспозиция, форма поведенческой терапии, когда для того, чтобы тебе научиться сформировать толерантность к тревоге, или переработать собственный страх, тебе нужно максимально часто с ним сталкиваться. В конечном итоге психика начинает привыкать к этим ощущениям. Есть тут и минусы. Иногда излишнее привыкание может стереть границы чувства самосохранения. Поэтому злоупотреблять, тем более заставлять себя смотреть ужасы насильно, и в коем случае не стоит, предупреждают психологи. Но и смотреть свысока на поклонников ужастиков тоже. Фильмы ужасов удовлетворяют, видимо, какую-то потребность психического человека, которая связана с тем, что при помощи воображения люди переживают те самые сильные эмоции, которых им не достает в повседневности. Так что, возможно, жанр хоррор совсем не случайно один из самых популярных в мире. И, кстати, один из самых ранних. Первым, да дрожжи, напугавшим зрителей фильмом в истории кинематографа считается знаменитое прибытие поезда братьев Люмье. И это тоже была некая терапия, подчеркивают эксперты, которая научила зрителей не бояться движущихся на экране картинок. Это совсем не страшно, совсем не страшно. Среди попугаев, способных к звукоподражанию, они считаются самыми талантливыми. Еще бы, ведь в среднем эта птица может запомнить более тысячи с половиной слов. У меня в сценарии есть анекдот. Да? Анекдот в сценарии. Хотя у тебя в голове гораздо больше. Это, да, мы уже шутили на этот счет. Это признаки, знаете ли, не самого молодого человека. Как себя чувствует твой попугай? Бедняга умер от старости? Нет от огорчения. С тех пор, как я женился, ему не удалось ставить ни одного слова. Отлично. Спасибо за анекдот нашему уважаемому продюсеру. Кроме того, может ассоциировать, я имею в виду попугай, слова человеческого языка с предметами, которые они обозначают, а также воспринимать понятие формы, цвета, порядкового номера и даже понятие нуля. В общем, его величество, Жако, как за ними ухаживать и как в этом процессе добиться успеха. Пейте, дети. Молодец. Стишки, частушки, песенки. Анна с Кузей как будто к утреннику в детский сад готовятся. Трижды в день по 15-20 минут разучивают любимые фразы. Я себя чувствую мамой со своим ребенком, общаюсь, учу его. Ну, это интересный, занимательный процесс такой. Особенно, когда он потом тебе что-то выдает, да еще с такой же интонацией, со всеми вот этими вот примочками. Это очень интересно. Жако самые говорливые из попугаев. Они запоминают не только слова, целые фразы, но и цвета, цифры и предметы. В общем, если с птицей заниматься, из нее может получиться довольно интересный собеседник. Но вот тот самый час на обучение – это минимум, который придется уделять своему пернатому питомцу каждый день. Жако ведь от природы болтуны. У себя на родине, в лесах Западной Африки, они живут большими стаями. Это очень социальные птицы. Общение для них, можно сказать, жизненная необходимость. Одиночество они не переносят. Он очень к себе требовательный. Он постоянно тебя зовет. Постоянно кричит. Вот так вот оставить его в клетке и уйти куда-то – это нереально. Ну и к тому же у них могут быть стрессы. В общем, это не та птица, которая будет целый день спокойненько сидеть на жердочке в клетке. В клетке ее надо запирать только когда дома нет никого. Для безопасности. А то мало ли попугай может зацепиться когтем в тюле, запутаться или в люстре застрять. А в остальное время Жако желательно выпускать, гулять по квартире. Жако очень интересный. И они могут находиться с вами абсолютно везде. Очень многие выгуливают попугаев на шлейках в городах. А также попугай может с вами мыться. Он может с вами есть и соседние тарелки. Правда, на самовыгуле за Жако придется как за детьми малыми смотреть. Во-первых, они любят все раскидывать. Да и едят не очень аккуратно. А еще с них сыпется перья и специфический тальк, который оседает на мебели и одежде. В общем, уборки дома прибавятся. Кроме того, пернатые исследователи любят все пробовать на зубок. Обои, плинтус, ножки, стулья, в двери и даже мебель. Все это в квартире хозяина попугая обычно обновляется в первый же год после появления птицы. Очень часто заводчики Жако сталкиваются с этой проблемой и находят такое решение, как подрезание крыльев. Чтобы птица не могла летать. Чтобы она прыгала, как-то общалась с человеком, но не летала и не крушила шкафы, не крушила еще какую-то мебель. Но подрезание перьев – это опять-таки очень сложный момент, что это тоже стресс для птицы. И она опять-таки также может себя начать щипать. Жако вообще очень стрессо-неустойчивый животный. Как вы уже поняли, чуть что не так – перья долой. Поэтому с этими птицами надо очень деликатно общаться. Нельзя кричать, замахиваться. К тому же они и ответить могут – кусаются Жако довольно больно. Поводом для самоощипа может стать и отсутствие внимания, и скука, и инфекция, и неразделенная любовь. Это самка краснохвостого Жако. У нее значительный самоощип. Самоощип произошел по причине того, что ее знакомили с самцом, и она не понравилась самцу. В связи с этим Зюзя, как ее зовут, она начала себя отщипывать. Сначала она щипала себе грудь, потом щипала спину. После этого она переехала ко мне, и сейчас они живут самцом мирно, и она начинает обрастать. Но вот, правда, хвост все равно иногда она себе подщипывает. Хотя вот спина и грудь у нее уже зарастают. Зюзю вовремя переселили и нашли ей нового самца. А так вообще все могло закончиться очень плачевно. Сама ощипь трудно поддается лечению. А в запущенных случаях птицы вообще могут себе грудную клетку до крови разодрать и погибнуть. Поэтому за состоянием Жако надо внимательно следить. Стрессовать пернатый питомец может даже из-за неправильного питания. Попугаев нельзя кормить едой со стола или давать им только зерносмесь. У них в рационе обязательно должны быть свежие овощи и фрукты. Причем, если птице что-то не доело, это надо выбрасывать. И всегда тщательно мыть мисочку и клетку. Плесень может спровоцировать опасное заболевание аспергиллез. Больше всего попугаев с аспергиллезом у нас на приеме – это, конечно, Жако. Фактически аспергиллез – это болезнь окружающей среды. Это обычная плесень, которая растет внутри птицы. Она поражает воздухоносные мешки. А так Жако, если нет проблем со здоровьем, в неволе и полвека проживут. Завидная продолжительность жизни для домашнего питомца. Ну что ж, давайте тогда подсчитаем и остальные достоинства и недостатки самого разговорчивого из попугаев. Плюсы – легко обучаются говорить и распознавать предметы. Очень контактные. Долго живут. Минусы – от них много мусора. Без присмотра портят вещи. Требуют к себе много внимания. Подвержены стрессом. Чтобы птица меньше стрессовала, если вы не можете уделять ей достаточно внимания, конечно, можно завести и второго Жако. Но держать двоих очень хлопотно. Анна своего мужа на одного попугая еле уговорила. Но зато Кузя у них теперь настоящий член семьи. Его даже как внука на выходные бабушки отдают. Так что Жако спокойно обходится и без пары, принимая заставу всех домочадцев. Дима, скажи, а что ты делаешь для поднятия своего иммунитета? Для поднятия своего иммунитета я... Да, там же просто столько всего, что... Отпишитесь. Пью омега-3. Так, молодец. Льняное масло холодного отжима. Прям ложечкой? Прям ложечкой с утра. Ух ты. И я тебе скажу, что очень быстро привыкаешь ко вкусу, ничего противного нет. Молодец. Помимо этого, походы в зал, помимо этого, попытки скорректировать свое питание, помимо этого, попытки оставлять там какие-то витамины в рационе и так далее, и так далее. Помимо этого, нормальный, адекватный сон. Прямо слушай. Этого не хватает в нашей жизни, но тем не менее. Целый список, его можно брать как руководство к действию. Я даже не ожидала от тебя таких рациональных привычек, потому что так себе ты производишь впечатление человека. Потому что так себе ты на этом могла просто закальчивать. Нет, я еще хотела сказать, что необходимо тебе, как человеку, который работает голосом, и мне, как человеку, который работает голосом, сохранять голосовой режим. То есть вибрацию, так скажем, ставить, вибрировать молча. Надо поэкономить связки свои и ресурсы, и чуть-чуть, хотя бы минутку помолчать. Мы прерываемся на рекламу. Генеральный спонсор показа «Носкафе». Новое утро. Новый кофе «Носкафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Богатый аромат. Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового «Носкафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. А теперь в нашей программе время. Наша любимая рубрика «Чтобы поесть, знаете ли». А как без этого? Можно не прямо сейчас есть. Можно составить себе список продуктов, которые необходимо в новых рецептах использовать. А их представляет кто? Человек, который знает о кулинарии, о рецептах. Практически все. Бренд-амбассадор наших партнеров, сети магазинов «Максимум» Думитру Бойку. Всем доброе утро. Меня зовут Думитру Бойку. Как всегда в это время мы вместе с сетей магазинов «Максимум» делимся новыми и интересными рецептами и идеями к вашему столу, завтраку, обеду или ужину. На повестке дня на этой неделе у нас красная чечевица. Мы готовим три рецепта на базе этого классного продукта, как мне кажется. В прошлый раз мы готовили с вами хумус. Сегодня готовим крем-суп из чечевицы. Это достаточно простой и понятный продукт. Он просто готовится. Он практически из всех бобовых, самый быстрый в приготовлении, в зависимости от фасоли, допустим, или нута, или гороха. Это все достаточно сложно варится. У меня есть красная чечевица, одна из самых быстро развариваемых чечевиц. Вы можете взять любую другую. Белую чечевицу, черную чечевицу, зеленую чечевицу. Как в вашей душе угодно. Сегодня я показываю свой классный рецепт крем-супа из чечевицы. Давайте начнем готовить. Итак, что нам с вами понадобится? Конечно, чечевица. У меня уже есть отварная. Нам с вами понадобится цукини, который даст нам мягкую такую кремовую текстуру. У меня есть цукини уже помытый. Его нужно только нарезать кубиком небольшим. Не важно, на самом деле, как вы будете его резать. Помните о том, что все равно все будет пюрировано. Готовим масло. Готовим кусочек сливочного масла, обязательно для вкуса и для текстуры. Оно у меня тоже есть. Нарезаем наш цукини кубиком. Вот таким вот. Отлично. Есть. Вначале с вами хорошо обжариваем цукини. Дело в том, что когда вы... У нас, не знаю, там в советское время все знают такую историю, которая называется зажарка. Или поджарка. Или как-то вот там. Но обычно моя тетя говорит зажарка. Что такое зажарка? Все знают. Это лук и морковь. Которую хорошо обжаривают в растительном масле и кидают куда угодно. Первые блюда, вторые и так далее. Что это дает на самом деле? В чем как бы секрет? В чем... В чем фишка этого блюда? В том, что она дает нам хороший аромат, дает нам хороший вкус. Чеснок, морковь. Почему зажарка? Потому что ее нужно хорошо зажарить. В этом и есть суть этого процесса. Если вы соус-соус делаете, то у вас и получится соус-соус. Поэтому все, чтобы вы не обжаривали в первоначальном этапе, это нужно хорошо зажаривать. Чтобы насытить ваше блюдо вкусом, полным вкусом. Поэтому мы с вами сюда наливаем чесночное масло. Я кидаю сюда небольшой кусочек сливочного масла. Помните о том, что если вы готовите на базе сливочного масла, то обязательно не забывайте, что нужно добавлять растительное масло. Потому что у сливочного и растительного масла разная температура плавления. Если вы будете готовить только на сливочном масле, вы просто все сожжете. У вас все сгорит. Поэтому помните об этом. Итак, растительное масло сливочное закидываем. Оно сейчас чуть-чуть подтопится. У меня уже пошел аромат чеснока, потому что чесночное масло настоялось. И мы с вами закидываем туда цукини. И готовим вареную чечевицу. Есть. Отлично. Я увеличиваю огонь. Или в нашем современном мире, скажу, мощность. Хорошо обжариваю это. Готовлю чечевицу. Что мне еще понадобится? Мне еще понадобится, как я сказал, уже чистая вода. Или, например, бульон. Но если вы хотите скакать в веганскую версию, не веганскую, вегетарианскую версию, вы можете исключить сливочное масло и приготовить исключительно вегетарианский суп. Ну, то есть не использовать продуктов животного происхождения, что тоже, в принципе, окей. Все. Мы с вами хорошо это обжарили. Теперь мы готовы с вами добавлять сюда чечевицу. Где моя большая ложка? У меня она уже есть отварная. Как я сказал, я взял красную. Вы можете взять любую другую, если не хотите. Мне нравится красная. Добавляю сюда чечевицу. Отлично. Я думаю, что столько будет достаточно. Добавляю сюда воду. Есть. Добавляю сюда соль. Добавляю сюда чуть-чуть черного перца. И хочу приготовить, знаете что? Хочу приготовить такую вещь, как вяленые томаты, но они мне понадобятся чуть-чуть попозже. Уже при сервировке. Что это? Горгонзола. Ваш беспроигрышный вариант. В мире кулинарии всегда есть ключевая нота. Это очень важно. Ключевая нота, которая ставит большой финальный акцент вашей вкусовой истории. У нас практически все готово. Все закипело. Давайте дадим чуть-чуть прокипеть. Ну, а тем временем, пока у нас кипит суп, я расскажу про то, чем я буду сегодня перировать. У меня есть вот такой вот супер мощный блендер от бренда Браун. Все его знают. Мы, на самом деле, любим Браун уже очень давно. У нас такая взаимная любовь. Чем хорош этот блендер? Во-первых, все вы знаете его форма. У него специально запатентованная форма, которая позволяет вам измельчать в самом узком, ну, сюда я, наверное, в самом узком каком-нибудь стакане или небольшое количество блюда. Вот, например, знаете, когда нужно измельчить чуть-чуть? Чуть-чуть там типа детского питания, чуть-чуть паштета или еще что-то такое. Обычно, когда ты работаешь блендером, он все разбрызгивает по сторонам, но ничего не измельчает. Поэтому у блендера есть очень классная штука, специальная тюльпанообразная такая зигзагообразная форма, которая измельчает малое количество продукта и ничего не разбрызгивает. Я уже готовил пару раз конкретно, чтобы показывать это. Можете посмотреть предыдущие выпуски, и вы увидите, как я работаю с блендером Браун. Во-вторых, у него плавающая головка практически такая же, как и в бритвенных системах. Вот таким вот образом она работает. Видите, это позволяет вам измельчать все до конца. Позволяет вам удобно работать с этим блендером и вообще не париться. Есть. Все, у нас уже закипело. Выключаем. Измельчаем наш суп прямо здесь, в ковше. Погнали. Идеально. Мы готовы сервировать наш суп. Один небольшой штрих, который я должен сказать еще всем, это любовь или не любовь к кинзе. Если вы любите кинзу, то смело добавляйте ее. Сервируем. Посмотрите на эту текстуру. Легкую, воздушную и очень ароматную. Крем супа с чечевицей. Белиссимо. Добавляем с вами сюда небольшое количество сыра горгонзола. Я нарежу вот таким вот небольшим кусочком. Положу прямо сюда в центр. Немного вяленых томатов и, конечно же, кориандр. Ребята, я напоминаю вам о том, чтобы вы ни в коем случае не забывали следить за нами в наших официальных социальных сетях максимум.мд, на платформе фейсбука, инстаграма, ютуба и даже тиктока. Ну а меня зовут Дмитрий Трубойко. Мы с вами сегодня готовили крем-суп из чечевицы. Я желаю вам отличного дня в продолжении. Обязательно воспользуйтесь нашими рецептами. И мы с вами увидимся в следующих программах. Увидимся. Счастливо. Пока. В настоящее время 60% всех работающих трудятся удаленно. В смысле? Это в мире с ума сойти? Во всем мире 60% людей сейчас во время пандемии на удаленке. Да, врачи уже успели проанализировать, как удаленная работа влияет на здоровье человека. А также, какие заболевания могут обостриться при таком формате труда. Итак, прежде всего, многие люди не испытывают достаточных физических нагрузок. Как будто мы их испытывали когда-то... Ну, ты хотя бы передвигался, знаешь, как-то и поболее. Ну да, из подъезда, точнее, из квартиры до подъезда, сел в машину, оттуда как бы, ну, ваши годы. А сейчас все, сидишь на диване, и вовсе ничего не меняется. Все это, соответственно, как бы отсутствие физических нагрузок приводит к набору веса. Кстати, вот это я тоже ощутил на себе. Это, в свою очередь, грозит панкреатитом, проблемами желудочно-кишечного тракта и иммунной системы. Негативное влияние на здоровье человека оказывает и неправильный выбор рабочего места. Например, работа с ноутбуком в кровати, чего делать категорически нельзя, или же сезя на диване. Это как раз повлияет на обострение остеохондроза. Вообще, любой болевой синдром, он от гиподинамии и от растяжения мышц. Не так сидим, не так лежим. Требуется лечебная физкультура, ходьба, передвижение, чтобы все работало как нужно. Вот что говорят специалисты. Это, знаешь, все плохо, если проблемы начинаются от того, что мы не так лежим. Да. Да. Освещение рабочего места, напоминаем, должно быть с левой стороны. Кроме того, необходимо соблюдать режим. Необходимо отдыхать через каждые полчаса работы за компьютером, вставать и походить, хотя бы попить воды, чтобы организм работал в здоровом ритме. Вот что утверждают специалисты. Она была солисткой Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Два года подряд ей не удавалось поступить в консерваторию. А известной она стала благодаря группе «Мираж». Маргарита Суханкина – советская и российская оперная и эстрадная певица. Сегодня расскажем о ее счастливом случае. Это она должна была выбежать, такая красивая, на сцену песни года. Ведь после музыкального вступления начал звучать ее голос. Ни один из сидевших в зале зрителей даже не догадывался, что настоящая солистка всеми любимой группы «Мираж» сейчас не на эстраде, а рядом с ними, в одном из зрительских кресел. Было обидно, когда я опять-таки сидела в зале Останкина, когда шел, значит, конец года, песня года, и вручали, так сказать, премию, диплом, как лучшая исполнительница Таня Овсеенко. А я сидела в этот момент в зале. Она под мою фонограмму опять-таки спила, песню, музыка, она связала. А для ее родителей было тайной, откуда у их ребенка такой голос. Ведь им самим будто медведь на ухо наступил. Обычные советские инженеры, они думали о том, где взять денег, чтобы купить дочери пальто или зимние ботинки. А вовсе не о том, чтобы развивать ее таланты. Но воспитательница в детском саду настояла. Просто замучила моих родителей, когда они приходили меня забирать, отдайте ребенка куда-то заниматься музыкой. Отдайте ребенка. Она поет из штанов, выскакивает, она такая эмоциональная. И такой хороший слух, и так хорошо интонирует. Благодаря этому первому в ее творческой судьбе счастливому случаю 4-летняя Рита оказалась во дворце пионеров на Ленинских горах. И чуть было не угодила в танцы. Родители, которые ничего не смыслили в музыке, сначала привели ее в кружок с надписью «Хореография». Думали, что это хор. Преподавательница попросила полненькую девочку встать в первую позицию. И когда Рита упала, вынесла вердикт. Танцовщице из ребенка не получится. Удивленные родители сказали, да нам бы в хор. А, в хор? Так это вам туда, к роялю. И уже у рояля она всем показала. Спела песню в опале «Березка» стояла так громко, что в хор ее сразу взяли аж в солистке. В этом коллективе Маргарита провела целых 5 лет. А после начала солировать в большом детском хоре всесоюзного радио и центрального телевидения. И с этого момента жизнь девочки совершенно изменилась. Гастроли по стране и за рубеж, записи на радио и съемки на телевидении. Неудивительно, что Маргарита подхватила эту болезнь. Звездную. Я перестала замечать вокруг своих подруг, друзей. То есть все, я приму, что там еще, собственно, надо. Ну и подруги мне быстро объяснили, что, чего и как. Меня там бойкотировали. Ну, в общем, короче говоря, все. Потом спустилась на землю, и потом уже я с этой историей не встречалась. При том, что талант юной солистки хора все признавали безоговорочно. Дирижер коллектива Виктор Сергеевич Попов, которого Маргарита просто боготворила, не раз говорил девочке, ты обязательно должна поступать в консерваторию. Консерваторию Маргарита штурмовала несколько раз и поступила только с третьей попытки. Ей очень нравилось здесь учиться Рассини, Рахманинов, Чайковский. Это была по-настоящему ее стихия. Поэтому звонку от старого знакомого она сначала не придала особого значения. А между тем в трубке прозвучали, как потом окажется, судьбоносные слова. Рит, приезжай. Я тут пару песен написал. Хочу, чтобы ты их спела. Ну, приехала к нему, и он так мне какие-то песни показал, все ему записал. И все, и уехала. И потом опять через какое-то время звонит, он говорит, слушай, приезжай. Тут, блин, мы прокрутили эти песни на дискотеке здесь вот в красном уголке. Вот, и просто вообще здесь бум, взрыв. Песни музыка нас связала, я больше не прошу, наступает ночь, и другие почти моментально стали хитами. Но вместо того, чтобы радоваться успеху, она испугалась. Ей не нужны были гастроли, слава, деньги, лишь бы из консерватории не отчислили. На тот момент это вот совершенно жестко. Вот здесь вот классика, а вот здесь вот эстрада. Это совмещать было никак нельзя. И если бы кто-то об этом узнал, то меня могли бы просто очистить. На какое-то время дороги Маргариты и группы «Мираж» разошлись. С песнями, записанными ее голосом, выступали разные артистки. А она после окончания консерватории на целых 10 лет стала солисткой Большого театра. За это время пережила несколько драм в личной жизни. Неудачное замужество, потеря ребенка. А когда стало понятно, что карьера в Большом закончена, наступил совсем страшный момент. Так сложилось, что у меня не только с театром все накрылось, а у меня, значит, опять-таки, очередной и крайний супруг. Там тоже, значит, своего рода случились разборки. По деньгам, ну все, вот полный развал вообще во всем. Вот так вот бывает, что там просто вообще был момент, когда я вообще пришла и стояла перед открытым окном. И просто понимала, что мне ничего не держат. Спасли ее мысли о пожилых родителях и музыкам. Знакомые предложили выступить на каком-то корпоративе. Появились деньги. А после и вовсе стали происходить настоящие чудеса. Начались какие-то звонки от фанатов, которые начали говорить, что, Маргарита, вот сейчас возвращаются 80-е, вы как вообще? Вы не хотите выйти на сцену? Я сначала отбрыгивала, что не-не-не, ребят, ну что вы? Мне уже 40 лет было, я говорю, я как-то это все уже ушло, я уже взрослый человек, но это поздно все. А потом выяснилось, что оказывается, ну, совсем еще не поздно, еще не рано. Маски были сброшены. Обладательница «Золотого голоса» группы «Мираж» Маргарита Суханкина впервые появилась перед зрителями. И это был настоящий фурор. Море цветов, восхищений и оваций. Еще недавно все это было у нее только на оперной сцене, а теперь и на эстрадной. Такой в этой истории и должен был быть итог, обязательно счастливый, где все они, наконец, встречаются. Любимая певица, ее поклонники и музыка, которая когда-то их связала. Известный хитмейкер, наш соотечественник Дан Балан презентовал клип под названием «Дышат о любви», для которого построили целую планету. Дуэтная видеоработа вышла совместно с певицей Инди. Это псевдоним певицы Индира Эдельбаевой, которая была подопечной артиста на украинском телешоу «Голос Краины 10». Начнут ли ему приписывать после этого новый роман, вот в чем вопрос. Все может быть. Да, режиссером этого клипа выступил сам Дан Балан, что является уже второй авторской работой артиста. На данный момент Инди стала первым продюсерским проектом певца. Сюжет клипа показывает мифическую планету, на которой артист, как маленький принц, ищет свою розу. Далее цитата артистки. «Я очень ждала выхода клипа на песню «Дышат о любви». Это дебютная и очень ответственная для меня работа», говорит о премьере Инди. «В этой песне я раскрылась совершенно с другой стороны, благодаря Дану. Для меня это новый бесценный опыт. В целом клип является отражением моего внутреннего мира. Я всегда чувствую связь со вселенной и часто размышляю об этом, поэтому тематика и сюжет клипа мне по душе». К тому же совсем недавно артист создал лейбл под названием «Монарда Студиос», куда входит еще одна артистка, имя которой пока держится в секрете. Ну а пока дышит о любви. Все сжигает ночь, дышит о любви. Эти много точек, зажигает ночь, дышит о любви. Эти много точек, зажигает ночь, дышит о любви. Эти много точек, дышит о любви. Эти много точек, дышит о любви. Мы чувствуем этот любовь, мы чувствуем этот любовь. Мы чувствуем этот любовь, мы чувствуем этот любовь. Счастье, море денег, озера байкальские, здоровье. Так, все спокойно, ты не на свадьбе, тосты заканчиваем. А может я скучаю? Начинал Дмитрий Спиваков. И Таиса Разумовская. Скучающие, а вот не приходится скучать, нам пан из кафе «Классик». С нами он каждое утро. Да, хорошего дня в продолжении, увидимся завтра. До встречи. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа «Нескафе».